Я всех приветствую, меня зовут Олег Диметров, это второй выпуск блога, и в этом выпуске я перемещаюсь из Севастополя в Москву, а из Москвы уже переезжаю на Бали. В этом выпуске не будет никакого профессионального контента, только о том, как живу, где живу, какие места посещаю. Приятного просмотра! Последние единики в Севастополе, возможно, последний раз купаюсь, но поеду завтра-послезавтра уже в Москву. Хочется от Москвы получить удовольствие, сверить со своими воспоминаниями, как было в Москве раньше, как сейчас, потому что последний раз в Москве я был полтора года назад. Смотрите, как здесь офигенно. Так прикольно, когда поднимаешься наверх, и шума становится от моря меньше, потому что если сидишь внизу где-то час, я сидел где-то там, то привыкаешь к этому шуму и выходишь наверх. Здесь так достаточно спокойно и тихо. Я начинаю потихоньку собираться, вот вещи разбросаны. Завтра я выезжаю, часов в одиннадцать, вот, только что проснулся, сейчас где-то часов девять вечера, на час лёг поспать. Сегодня было два клиента, но что-то таких тяжелых, а ваш мозг кипел. Вот сейчас соберусь, в принципе, задачи больше нет. Хотел показать, сколько вещей и что где. Вот, это, наверное, будет самый лайтовый переезд по количеству вещей. Практически от всего ненужного избавился. Вот, ну начнём. Начнём вот с этого угла. Куртка. Блин, еду в Москву, в Москве сейчас что-то около восьми градусов. Холодище, у меня есть тёплых вещей, только эта куртка. Всё остальное я выкинул. Не знаю, как там будут. Носки какие-то. Да, это пустая. Это сюда за плечи. Сумка. В неё. В ноут. Здесь. Ноут винчестер. Ничего не беру с собой. Всё, выбрасываю. Так, перловка, гречка. Ещё что-то там стоит. Всё, это на выброс. Здесь не успел. Вот это полная лицевая маска. До плавания. Такая. Для ныряния. Не успел продать. Пока она ещё глаженная. Это её последнее глаженное состояние. Больше она в таком глажном состоянии больше и не будет. Ну что, сейчас выезжаю. Жду хозяев. Отдаю квартиру. Всё прибрал. Всё чисто. Аккуратно. Это уже можно выбросить. Вот так вот. Такая вот. Красота. Получилось, все вещи почти сюда залезли. Я думаю, даже всё залезет. Вот у меня остался компьютер. Прожил этой квартирой два месяца. Шпарит опять солнце. Сейчас я думаю, где-то 19. Деревья, это не осень. Это не... Не желтеет от осени. Это засуха. За лето дождя, наверное, 3-4. Может, 5 было. Очень сухое лето. Сочень. Мало. Точень. Прям такое. Как надо всё. А вот там уже, я думаю, даже видно чуть-чуть. Сверху поднять. Вот там краешек в море. Далеко от набережной. Сейчас в Симферополе иду в гостиницу. Здесь чуть прохладнее. Где-то градусов 13. Градуса 2, наверное. Что-то видно, не видно. Да, это не центральная улица. Я иду сейчас по Гоголь. Параллельно центральной. Здесь чуть потише. Ну, скажем так. Конечно, надо по городу погулять. Но он такой. Если вот сравнивать с Севастополем. Ну, вот так херовенько выглядит. Всё такое. Разбитая. Дороги такие. У меня, получается, две сумки. Вот эта. И сзади рюкзак. Вот там. Там только ноутбук. Либо надо сменить будет вот эту сумку красную на нормальный рюкзак большой. Всё туда отдыхать. Потому что немножко тянет мышцы. Сейчас я от автовокзала иду здесь где-то. Километра три. Вот. Можно было на автобусе проехать. Но мне хочется и город посмотреть. А в таком режиме получить удовольствие от... Когда ты ходишь. Достаточно сложно. Напрягается. Мышцы и в голову немножко отдают. Потому что давление повышается. Нагрузка. Вот сюда. То есть, видимо, мышцы пережимают. Вот. Так, если будет распределено. Скоро вылетать. Я их, наверное, выкину. А они, наверное, килограмма. Два весит. Будет полегче. Здесь растет виноград. Прямо на улице. Так прикольно дом обвивает. И вот он отсюда. Отсюда растет. Вот он корень. И вот он идет. И так туда. Сейчас только что закончил работать с клиентом. Такая типичная ситуация в плане все пары, которые процентов 95 людей, которые состоят в отношениях. Все как-то очень херово. И как-то вот практически я не вижу отношений, которые бы наполняли и были в кайф. И практически каждый раз сталкиваюсь в одной и той же ситуации, что не хотят быть вместе, не хотят. И в общем отношения в тягости остаются в отношениях либо потому что боятся одиночества, либо потому что боятся потерять близкого человека или еще какая-то такая фигня. Как-то все это очень ну так нерадостно понимать, что процентов 90-95, которые находятся в отношениях я имею в виду Россия и постсоветское пространство ну туда же Украина, Беларусь, что все настолько хреново. И блин, люди же все равно остаются в этих отношениях. Ну то есть если не менять конечно свойства характера, то остаются терпят при этом отношения только тянут вниз. Не знаю, может быть связано с тем, что для многих быть одному это еще более ужасно и что типа быть даже в херовых отношениях это лучше, чем оставаться одному, но жить в свое удовольствие. конечно я не тянул в ту сторону, что жить только для себя, но это про то, что выбирать как-то надо партнера более осознанно. Это же важно. Ну и в тот момент, когда ты понимаешь, что с этим партнером уже все, ну смысл терпеть стискивать зубы. Нет, я буду двигаться до конца. вот есть такая фигня, растет на дереве, вот и внутри типа ореха сейчас достанут. Какие херни. не знаю, что это такое. Вот такое дерево. Вот они. Да, остык. Дошел пешком из города вот до такой плотины, как я понимаю. И вот до ней, до этой плотины и там будет озеро. Не знаю, можно ли туда попасть. Вот так в общем здесь все по идее когда она полноводная речка, она понизит что-то. А сейчас вся речка вот сливается. Если видите, вот там там сливается вода, это насколько я понимаю весь приток речки оттуда идет. Вот здесь вот такая получается куда сливается вот это все. И здесь все вот так выглядит. Глубина по ощущениям здесь метра наверное ну два три приличная. В общем-то вода чистая. Я бы не сказал, что она совсем грязная. Возможно где-то дальше еще что-то сливается. Но здесь летом бы понырять вообще было в кайф, потому что вот этот приступ, на котором я стою. Он достаточно высокий. Вот мой ботинок и высота вот там где-то метра наверное три. Я хотел наверх залезть и что-то решил просто поваляться позагорать. Так прикольно солнце печет и здесь ветра нету. А еще угарный. И людей нету никого. где-то до центра Севастополя километра четыре. Не знаю меня почему тот тянет. Хоп найти такое место где можно порелаксировать. Где близко природа. И самый кайф если можно лечь. Тогда можно расслабить все тело. Либо сесть но так чтобы спинка была. Начинать будет напрягать. Еще. Давай еще. Погоди. Погоди я сам ее буду пить. я сейчас нахожусь возле аэропорта Симферополя. Ну здесь буквально здание там рядом. И это такая территория перед аэропортом. Такая клевая. Здесь лавочки. я на лавочке сижу. Все такое ухоженное аккуратное. Здесь есть где посидеть. Много мест. Вот там лавки лавки лавки. Прикольно. Прям компактный покомпактный такой парк. Очень приятный. лавки. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Только не кусай меня, пожалуйста. А, ты эту? Можешь эту? Идите. Надеюсь, ты жопу вытирал. Ну все, это любовь. Ммм, я же запах. Погоди, идет съемка. Ааа, камеру не надо. Ладно, пойдем. На мне, да? Прикольно, молодец. Дай пять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова